Первый выравнивающий слой всему глава считают специалисты. Чтобы дорога прослужила сверхгарантийного срока в пять лет, работа должна быть выполнена на высочайшем уровне. Для определения качества покрытия с периодичностью в несколько дней вырезанные фрагменты асфальтобетона отправляются на экспертизу. Толщина первого слоя должна быть не менее 6 сантиметров, а его состав соответствовать всем требованиям. Чтобы добиться желаемого результата, по ночам на работу выходили десятки специалистов и порядка 40 единиц специальной техники. Общая площадь участка дороги, которую нужно отремонтировать, около 70 тысяч квадратных метров. Первые шаги уже сделаны. Мы ликвидировали ямочность, убрали колейность, спрофилировали дорогу, соответственно выровняли выравнивающим слоем саму поверхность дороги под нормативные значения и в общем-то готовы предъявить ее заказчику. Впереди укладка второго слоя дорожного покрытия. К этой работе приступят в ближайшее время. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова работы должны завершиться до конца мая на две недели раньше заявленного срока. Новый асфальт, утверждает подрядчик, прослужит долго, но главными оценщиками выполненных работ, как обычно, станут водители, у которых уже сложились первые впечатления. На ремонт южного шоссе из городского и областного бюджетов направлено порядка 100 миллионов рублей. После ремонта территорию вдоль дороги благоустроят. В общей сложности в этом году в Самаре приведут в порядок 13 дорог. Особое внимание улицы Фрунзе. Ее отремонтируют комплексно по всей длине. И заводскому шоссе. Здесь ремонт начнется уже в ближайшее время. Все работы обещают спланировать тщательно, чтобы город не замер в проках. Павел Баймаков, Константин Головин. События.